Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и сегодня мы с вами посмотрим на новое обновление DLC Platinum Expansion. Или если игра, то Platinum Edition. Вышла она буквально час назад, поэтому, скажем так, по свежим следам. Сразу, друзья, несколько оговорочек. В этом обзоре я не буду показывать вам, какие красивые модельки, какие красивые анимации, как все моргает, крутится, вертится и все горит. Как все это работает, я просто вам покажу, что конкретно есть в этом DLC и просто постараюсь помочь вам ответить на вопрос, стоит ли его покупать. Я же лично его покупать не собирался, но большое спасибо подписчику с ником Baumer за такой вот босятский подгон. Собственно, давайте посмотрим, что там есть. Добавляется просто техника класс. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, мы будем смотреть в магазине прямо вот там, где по брендам это все рассортировано. Начну, пожалуй, с того, что идет бонусом за предзаказ. Бонусом за предзаказ идет вот такой вот замечательный комбайн. 7800 у него бункер, стоит 139 тысяч, его можно перекрасить. Да, разумеется, цвет, да и вообще, выбор цвета будет не любой, а стандартные классовские цвета. И это, кстати, ни хрена не делает, да? Да, только вот нижнюю днище подкрашивает. Да, модельки реально клевые. Анимаций куча, к этому претензий нету. В принципе, никогда у меня и не было претензий по этому поводу к разработчикам игры. Они все делают клево. В общем-то, вот такой вот комбайн. Соответственно, для него идет простая 5-метровая жатка, 5,1 метра. Для жатки, разумеется, нужен прицепчик для того, чтобы ее перевозить. Кукурузной жатки к этому комбайну в комплекте никакой не идет. Но мы все знаем, что можем подцепить любую. Ну и плюс за предзаказ идет вот такой вот погрузчик, покрашенный в специфический довольно-таки цвет. Лично мое мнение, как-то неприкольно. К этому погрузчику мы, в общем-то, еще вернемся, потому что он в стандартном классовском окрасе тоже присутствует в DLC. Единственное, что этот погрузчик отличает от того, это то, что он вот такого вот специфического цвета и стоит чуть-чуть дороже. Ну а теперь погнали к тому, что идет в самом DLC. Начнем с силостных комбайнов. Первым попадается у нас Jaguar 980-930. Собственно, разница лишь в том, что можно пихнуть разные движки, начиная от 462 лошадей и заканчивая 884 лошадями. На разных движках везде разное местоположение трубы. Плюс шнек можно сделать длинным и очень длинным. В общем-то, ну, обычный такой комбайн. Вторым идет его же модификация с движком Jaguar 960 на 626 лошадок и гусеничками вместо передних колес. Соответственно, тоже можно поставить длинную трубу. Очень длинную поставить на этом комбайне нельзя. Я не знаю, почему и в чем логика. Но так, видимо, заведено. Также к этим комбайнам идет 4 жатки. 2 для кукурузы разных размеров на 7,5 и на 9 метров. Соответственно, я думаю, тут ничего особенного-то и не будет. Стандартная 3-метровая жаточка для травки. И сено, наверное. Я, честно говоря, не шарю в этих значках. Они кончены до сих пор. Спасибо мододелам всех карт, которые делают нормальные значки. И 5-метровая жатка для всех остальных культур. Травы, пшенички и так далее. В общем-то, ну, ничего особенного. Это все есть и для других комбайнов. Ах да, не стоит забывать. Для вот этой 5-метровой жатки, так как она не складывается, есть специальный прицепчик. Далее, друзья, мы переходим к комбайнам, которые для зерновых. Соответственно, начинаем с тукана 580. Бункер у него на 11 тысяч литров. В принципе, чуть больше среднего такого. Жатка, которая идет в комплекте, идет на 7,7 метров. К ней, разумеется, идет прицепчик. Без этого никак. А также есть 6-метровая кукурузная жатка для кукурузы и подсолнуков. А далее идет топовый комбайн, который будет конкурировать с Нью-Холландом, CR-1090 и всем тем, что находятся в этой же самой категории. У него тоже впереди гусенички. 18 тысяч литров у него бункер. Это чуть больше, чем на всех остальных комбайнах. Жатка для зерновых всего лишь 12,3 метра против 13,7, которая идет у Нью-Холланда. И что самое хреновое, скажем так, в этой жатке, в ней нет прицепного устройства. То есть, ее придется возить на прицепе. Для любителей играть по фаншую, типа меня, это на самом деле очень плохо. Видимо, у большинства игроков будет связка именно этого комбайна с самым большим бункером. И самая широкая жатка, которая с прицепным устройством от Нью-Холланда. Там, Суперфлекс она называется, по-моему, я не помню. Ну и конечно же, есть прицепчик к этой самой жатке, потому что она, увы, без прицепного устройства. И ее будет геморройно перевозить. Также к этому комбайну в комплекте идет и 9-метровая жаточка для кукурузы. И вот в чем прикол, она тоже не складная. Почти на все комбайны 9-метровые кукурузные жатки складываются, чтобы можно было его впереди перевозить. Но нет, у классов все не так. Поэтому эта жатка будет перевозиться вот на таком вот прицепе. Опять-таки, для любителей играть по фаншую, я думаю, это будет некоторым геморроем. Далее, друзья, мы перейдем к тракторам. Их аж 5. На самом деле, ничего особенного тут нет. Просто трактора фирмы класс от маленьких до больших разных мощностей. Да, на них всех куча разных модификаций. Вот самый топ его можно прокачать до 445 лошадок. Разумеется, везде модифицируются колесики, где по классу, скажем так, это положено. В смысле, по классу трактора. Единственным примечательным в этой серии я выделю, наверное, вот этот трактор. Ксерион. У него 530 лошадок, самая мощная движка. И, в общем-то, не самая стандартная форма для трактора. В общем-то, этот, наверное, я в карьерке себе прикуплю. Когда-нибудь. На некоторые из этих на маленькие трактора цепляются фронтальные погрузчики. И, соответственно, в комплекте идет аж два. Побольше и поменьше. Просто погрузчики фронтальные в цветах класса. Ковшей, кстати, никаких ни вил, ни ковшей в комплекте не идет. Пользуйтесь, друзья, стандартными. Далее мы посмотрим три силостных прицепа. Один прицепчик у нас идет на 44 с половиной куба. Он без подборщика. Есть также его немножко увеличенная версия. Я не знаю, почему бы это не сделать в одну модель просто с расширением, как это в остальных сделано. Но есть, в общем-то, вот такой на 51 куб. А также есть прицеп и с подборщиком на 53 куба. В принципе, может быть, кто-нибудь и захочется к себе в хозяйство именно такой. Хотя он не самый топовый. Но класс. Много фанатов, я знаю, есть у этой марки. Также к тракторам идет три противовеса. И что, в принципе, довольно-таки прикольно. Они модифицируются. Начиная от 1800 килограмм, например, самый большой. Заканчивая 2600. Просто гири вешаются. Другие, кстати, тоже модифицируются. И самые маленькие тоже. Для покоса травы класс завезли нам две косилки. Стандартная фронтальная на 3,6 метра. А также, которая вешается назад, 10-метровая чуть-чуть пошире. Ее нельзя будет использовать в связке, как мы это делаем. Наперед вешаем сразу две косилки. Но она шире, чем стандартная. Может быть, кому-то захочется. А также для травки завезли два тюковщика. Тюковщик для круглых тюков, в принципе, стандартный, ничем не примечательный. А также тюковщик для круглых тюков, который еще и оборачивает это все дело фольгой, дабы был силос у нас сразу. В общем-то, по сути дела, отличаются от куновских, там, только внешним видом. Плюс, друзья, в этом DLC есть 4 погрузчика. Три обычных колесных, абсолютно разных размеров они идут. Начиная от самых маленьких, чуть побольше есть вариантик. И большой, с мощным двигателем. А также есть телескопический погрузчик, которым, в принципе, мне больше нравится пользоваться, чем обычными колесными. И его давайте мы арендуем, потому что есть один момент, который меня немножко удивил. А конкретно длина стрелы. Мне кажется, она немножко длиннее, чем у стандартного Монита. Можно, в принципе, кстати, и сравнить. Да, у Монита чуть-чуть поменьше будет. Ну, как чуть-чуть, намного поменьше, я скажу. Тут, в принципе, тюки на прицеп. Я не знаю, в сколько этажей можно будет складывать этим погрузчиком. Ну, кто-то захочет заморочиться, вот, пожалуйста. И знаете, что, друзья, еще есть? Все. Больше в DLC ничего нет. По сути дела, оно никакого нового функционала в игру не добавляет. Добавляются только новые модельки. Лично, на мой вкус, у них цвет даже не очень. Да, я знаю, есть довольно-таки много поклонников фирмы Класс. Я, увы, таким не являюсь. Да и выбор цвета для окраски, ну, сомнителен. Реально, он не смотрится. Хотя, ладно. Это так, мое личное мнение. Если вспоминать DLC-шки, которые были на 17-ю ферму. Например, Куновский пак. Например, там добавился, ну, хотя бы, вот этот тюковщик, который обматывал тюки силосом сразу же. И это был, ну, по сути дела, новый функционал. Да, есть модовые такие. И были до выхода Куновского пака. Но мы сейчас говорим не про моды, мы говорим про игру. И, в общем-то, это, по сути дела, добавило функционала в игру. Также выходил Ропа Пак, который добавил там некоторую технику Ропа для свеклы. Но добавил еще и вот эту вот хреновину, которая подбирает с земли. До этого не было такой хреновины. Новый функционал. Про DLC Platinum Expansion, которое было для 17-й фермы. Я вообще молчу. Там, кроме того, что добавилось дохренище новой техники. Там добавилась новая карта и новая, мать ее, культура. Сахарный тростник, если кто не понял. И это реально было какое-то расширение. Причем, это была не просто какая-то новая культура. У нее была фишка. Ее не надо было заново сажать. Это тоже было что-то новое. А вот DLC, который выходит на 19-ю ферму, как-то функционалам вообще не радует. Они выпускают просто новые модельки. Да, они их делают хорошо. Тут без вопросов. К этому я придираться не буду. По качеству моделек и анимаций и все это такое. Они реально переплевывают там больше 80% всех мододелов. Я вообще не очень люблю модовую технику. Использовать как правило. Но лично мое мнение, что эта хрень не стоит гребаных 16 баксов. Или сколько она там стоит? 15-16 долларов она стоит. Как игра. Да, там красиво написано 35 единиц техники. 35 плюс. Но в эти 35 плюс входят вот такие наборы. Комбайн, жатка, прицеп для жатки и другая жатка. Это уже 4. То есть по сути дела, ну реально тут не очень много чего добавилось. Я как бы не хочу сильно обсирать это DLC. Но лично мое мнение, оно того не стоит. Но друзья, все решать вам. Если вам оно надо, то покупайте. Если вы фанат техники класс, то тут реально качественные модели. К этому вопросу никаких и фанаты оценят безусловно. Но простые смертные, типа меня, очень вряд ли. На этом, друзья, я буду заканчивать. Надеюсь, информация, которую я вам показал, окажется полезной. Если так, то влепите, пожалуйста, лойсик. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. У нас довольно интересные прохождения идут. Пишите в свои комментарии, что вы думаете по поводу этого DLC. Интересно почитать. Есть люди, которым оно реально заходит. Отзовитесь такие, если есть. Всем, в общем-то, спасибо за внимание. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока.